Так, кто у нас сегодня будет делать доклад? Я вообще готовилась. Если готовились, то кто вам и делает. Логично? Да, логично. Логично. Тогда мы будем сейчас начинать. Так, все тут готово, да? Включайте. Здравствуйте, товарищи. С тем? Да, давайте послушаем очередной доклад. Только садитесь, пожалуйста. Только вам придется выступать как народному трибуну, потому что трибуну кто-то унес. Да, никто не будет. Да. А, вон она. Вы ее заметили? Сейчас, ну, я не вижу. Так, называете себя полностью, фамилия, имя отчества и тему. Так, а дверь мы закроем, давайте. Так, я могла бы называть вымышленное имя, но меня зовут Голубина Анна Константиновна, я студент третьего курса конфликтологии. Я делала доклад «Анализ коллективного договора акционерного общества «Первый контейнерный терминал» на 2017-2020 годы». Итак, с чего хотелось бы начать? Ну, главный плюс этого коллективного договора в том, что он вообще есть, поскольку, как мы говорили на предыдущих занятиях, вообще-то работодатель как бы и не обязан заключать коллективный договор, но то, что существует профсоюзная организация, то, что рабочие хоть как-то стремятся защищать свои интересы, это уже, ну, о многом говорит. В целом, в коллективном договоре дублируются, повторяются, упоминаются многие положения из Трудового кодекса Российской Федерации, о чем говорится еще и вовведение. Ну, в принципе, это и логично, основывается на действующем законодательстве. Сейчас я кратко пройдусь по содержанию коллективного договора. Первая глава посвящена введению основных понятий, терминов. Ну, если кратко, то это просто такая красивая преамбула, которая обязательно, видимо, должна быть у любого правового документа, я не юрист. Вторая глава в общих чертах обрисовывает основные обязательства работодателя, профсоюзов и также работников. Ну, честно говоря, этот момент, вот сразу перед тем, как я перейду к более конкретному разбору, я скажу, что вот этот момент мне показался максимально каким-то нерациональным, не совсем логичным. Зачем говорить об этом во второй главе, если третья глава в миллионе подпунктов потом все это раскроет, конкретизирует, ну, все это, это обязанности работодателя. Это что, какие-то мыльные пузыри для того, чтобы придать объем текста? Вот у Гегеля в науке логики каждый раздел начинается с краткого планчика такого, обязательно. И люди думают, что это что-то совершенно непонятно. А непонятно то, что не доказано. А не доказано, потому что люди думают, что это текст, а это своего рода резюме, которое идет в начале, только не пишется, что это резюме. И здесь это тоже некоторое резюме, что есть обязательства работников. Вас вот не смутило, некоторых смущало представителей студенческой братьев и прошлых потоков, что вот почему так много обязательств навешано на работодателя и почти никаких обязательств на рабочих. Вы не обратили на это внимание? Обратила. Это как вы это объясняете? Я объясняю это так, что за несоблюдение этих обязательств все равно особо никаких последствий не грядет. Для работодателя? Для работодателя. Для работодателя не грядет, конечно. Особенно никаких. То есть максимальная сумма какая есть за то, что что-то не выполняется, или за то, что не составляется, или не заключается коллективный договор в кодексе об административных правонарушениях 5000 рублей. Ну вы, наверное, представляете, чтобы это получить, это нужен судебный процесс и так далее, все затраты и прочее. Это первое. А что касается работодателя, а работника, как у него дела с обязанностями? Почему у него так мало обязанностей? Почему вы решили, что мало? Нет, так мало написано. Ну, точнее, меньше, чем меньше. Почему так мало написано? То он и так, по идее, должен знать. А что он думает? А вы знаете, какие у него обязанности? Ну да, там... Ну какие, ну вот если кратко совсем. Ну там условно было сказано о том, что он обязан содержать в чистоте свое рабочее место, то, что законно... Ну это мелочь. ...форму. Это вы начинаете в подробности уходить. А в целом-то если взять... А спрашивайте, почему... Что обязан делать работник? Что? Работать. То есть, а какие он указания работодателя может не выполнять? Те, которые... Только те, которые противоречат закону. А все остальные... А сколько таких заданий, указаний может быть, которые не проявляют закон? И вот я об этом немножко потом скажу... Сколько их? Сколько именно по количеству? Ну конечно по количеству. Сколько вот, какие вот задания... В каком количестве заданий, которые могут обрушиться на голову работников, если исключить те задания, которые противоречат закону? Сколько тогда остается? Я не математика, я не знаю. А что тут? Сколько существует направлений, кроме движения вперед? Движения назад. Право, веро. Одну что ли? И все, 4, 3. Вверх, вниз. И все? Вправо, да. И там юго-запад, юго-юго-восток. А подробнее? И северо-восток. Ну... Так сколько их? Да бесконечное множество. Сколько прямых можно провести? Ну да, конечно, количество, бесконечное множество, да. То есть работники должны бесконечное множество, скажем, любое распоряжение начальства, они должны... Да поможем. Они всем подчиняются. Там, как идет сначала, кто над вами стоит, если вы рабочий. Над вами есть, скажем, мастер. Над мастером стоит начальник участка. Над начальником стоит начальник... Ну это система менеджеров, и вот так дотоп. И все они. И каждому, и каждому он обязан... И какое распоряжение он может не выполнить? Только такое, которое противоречит закону. И как вы думаете, удается им удержать вот эту, на этом краю, по крайней мере, чашу рабочим, чтобы, так сказать, не выполнять то, что противоречит закону? Или приходится им выполнять именно то, в том числе, что противоречит закону? Но возвращаясь к тому, что штраф всего 5 тысяч, приходится... Вот сейчас, так сказать, в Казани была забастовка крановщиков. В связи с тем, что нарушена норма эксплуатации кранов. Раз. Нарушаются нормы организации труда. Нарушены нормы техники безопасности. А их заставляют работать в таких условиях, на такой технике и так далее. Причем вот они остановили, в связи с тем, что они не имеют права работать на неисправном кране, потому что он упадет и убьет людей. И упадет и убьет и крановщика, и других рабочих, которые там есть. И администрация одной из компаний тут же посадила на кран Штрекбрехера. И кран Штрекбрехера это тот, кто... Штрек это забастовка по-немецки, а Брехер, кто ее ломает. То есть тот, кто выходит во время забастовки на работу. Их нашла, посадила, и тут же кран упал. Сразу же. Тогда это остановилось движение, сажать Штрекбрехера на подъемные краны. Это же не тележка какая-нибудь, это такая громадина. Это 15 минут поднимается только наверх. Так, ну хорошо, мы этот вопрос рассмотрели. То есть тут нельзя сказать, что у рабочих мало обязанностей. У рабочих все, сплошь обязанности. А у работодателей они вот перечислены. И кроме перечисленных других, обязанностей у них и нет. Ну просто да, их, видимо, нужно хотя бы в каких-то рамках держать, хотя бы как-то зафиксировать. Ну как бы то ни было, несмотря на то, что мы это все конкретизировали, мне все равно это напоминает стремление придать лишний объем, в то время как какие-то действительно важные вещи, например, вот глава 4, это контроль за выполнением коллективного договора, она вообще крошечная, там меньше половины страницы. То есть почему это нельзя было поподробнее расписать? А потому что это нету, чем расписывать поподробнее. Потому что как бы вы ни контролировали, вам не обязан ничего выполнять работодатель. Потому что если вы проконтролировали отчет контролируете, это ясно, что не выполняется то, не выполняется все. И дальше что? Какие действия? Что из этого вытекает? Пойдете в суд просить 5000? Ну с этого мы начинали наши лекции, это мы обсуждали. Ну так вот, опять это сводится к тому, что не нарушается коллективный договор только потому, что если он был заключен в результате забастовки, то если будут нарушать, снова будет забастовка. И опять будет то же самое, уже столкновение, конфликт. Поэтому перед угрозой конфликта, вот работодатели, поэтому что тут говорить? То есть просто дают сказать, что надо выполнять. Есть люди, которые контролируют. Как только не будет выполняться, значит будет снова конфликт. И будет подготовка к разрешению коллективного трудового спора. И все. А все остальные средства, ну они смешные. Никто никогда не обращается в суд из профсоюзов, хотя вот профсоюз, когда он зарегистрирован, он может обратиться в суд, может выступать из СОМа, ответчиком в суде. Ну хоть смысл ходить и 5000 получить. Тем более нарушения эти оцениваются там в десятки тысяч или сотни тысяч. А вы получите 5000. Это издевательство и насмешка будет над профсоюзом. А вот когда работники остановят работу, хотя бы на полдня, или предупредительно скажем, будут медленнее работать. Вот в порту вот эти товарищи, именно вот с этого терминала, они делали так. Когда подготовились к общей забастовке, чтобы продемонстрировать администрации, что намерения серьезные, они работали так. Каждая бригада в течение недели должна проработать по правилам, медленно. И вот она медленно работает. Потом другая бригада, потом третья, потом четвертая. И вот так пока, так сказать, всех не обойдут. То есть не то, что разом все остановились, нет, по очереди. А все друг от друга зависят, и, так сказать, все там легка затормозилось в порту. И поэтому предлагается не нарушать коллективный договор. Те говорят, хорошо, мы не будем, и все. Тихо, мирно, без всяких проблем. Это вроде как и не забастовка, но вот вы можете же, вот вы быстро входили, а могли и не входить быстро. Вот он позже пришел. И что? Ничего страшного не произошло. Я не умер, и он не умер. Правильно? Ну, так что есть другие. То есть есть форма разрешения конфликтов, также бесконечно разнообразной, а вовсе не похожа на то, что написано у нас там в трудовом ходу. То, что там написано, это то, что нельзя нарушать. А без нарушения этого можно все что угодно делать. Вот вы пришли на работу, а существует такой порядок в законе, описан, в правилах. Что нужно делать, когда вы пришли на работу? Вот вы как раз уже похож на такого докера молодого. Что надо сделать? Докера должен быть цветом. В хорошем настроении, что делать? Отметиться, что пришли. Ну, в ключе того, о чем мы говорим. Вот он приходит на работу, садится и вызывает этого самого ответственность за механизацию. Говорит, а что это? Неисправная машина, я на неисправной технике работать не буду. Потому что он не о себе печется, а вот задавит кого-нибудь. Он, задавит же. А кто будет отвечать? Он будет отвечать, он не хочет отвечать. Все, вы будете заставлять его. Пишите бумагу, что вот вы меня обязываете работать на неисправной технике. А кто хочет писать такую бумагу? Тоже никто не хочет. Он тогда берет книгу и бумажку написал, прошу привести в порядок технику. И сидит, и все время спрашивает, ну, когда закончите, когда закончите. И так до обеда. После обеда он пообедает с хорошим настроением. И книжку почитал. Вот так, ну, начинает работать. Это же хорошо. А зачем ему это проводить, какие-то там длинные вещи? То есть вот у нас представления о конфликтах социально-трудовых не должны быть вот такими бумажными, что тут проводят процедуру, сидят. Тем более, что, скажем, никогда никаких посредников, которые описаны. Никогда не... Ну, вот представляете, я вот его предлагаю посреднику. А вы сразу подозреваете, что если я его предлагаю, значит, он будет делать то, что мне надо. Вы говорите, нет, нет, этого не буду. Тогда я вот ее предлагаю. Тогда вы ее отводите. Тогда я ее предлагаю, и вы ее отводите. Потом вы начинаете своих предлагать. Вот вы его отводите. Ну, понятно, вот вы договорились. Может, заплатили. А я, как дурак, буду соглашаться. И что мы должны сделать? Написать протокол, что мы не нашли согласия. Это считается вот прохождением процедуры. И я вот ни одного случая не знаю, чтобы нашли посредника. Ни одного. Хотя я вот кандидатуру, как кандидатуру посредника выступал, и даже, как меня просил председатель Российского профсоюза Докеров, и после того, как меня просили, я сказал, ну, я объяснил, что из этого ничего не выйдет. Он говорит, ну, вы-то не против? Я говорю, да я-то не против. Мы вам оплатим дорогу на Дальний Восток, всё. На Тихий Аган. Я говорю, да не будет ничего. Ну, Михаил Ильич, вы не против? Я говорю, не против. Ну, всё. И молчат больше. Никто не звонит. Я говорю, в чём дело? А чего не звоните потом? Спрашиваю через недельку. А они, говорит, узнали, что вот такую кандидатуру предлагают. А они договорились на 2% повышения зарплаты. Я говорю, ну, хорошо. Чтобы не было такого скандала на всю страну. И всё. А так, в общем, ну, никакой формальной, так сказать, такой картины, что я сидел, там были бы стороны, выслушал вас, выслушал вас, сказал, и вы умные, и вы умные. А я самый умный, да? Примерно так. Раз я посредник, выходит так, что ли? Поэтому это всё то же самое с дальнейшим пунктом. Что после посредника идёт? Что? Трудовой арбитраж. Это что такое? В курсе дела? Это как бы всё это приходится проходить ради вот этого. Проходить. Потому что если вы этого не пройдёте, вы не прошли процедуру. А не пройдёте, значит, вы не можете иметь законную забастовку. А если, значит, будете проходить, а то арбитраж означает, что из своего нельзя выдвигать. Значит, должно быть три арбитра. Один арбитр и от государства представитель. Будем считать, что он нейтральный. Хотя на самом деле государство представитель какого класса? Ну, правящего, конечно, класса государства. Так что это вот раз. Один. Второй, значит, от работодателя. Но не из работодателей, а кого-то другого надо брать. С улицы там, другого человека. Но и из этого коллектива. И третий от работников, но, как бы работники предлагают, но они должны предложить не из работников, а кого-то из вот других. Вот эти трое предложили. Дальше. Решение арбитража является обязательным, если стороны об этом договорились. Вы будете, согласитесь, что решение считать обязательным до начала? Ещё не знаете, что там нарешает арбитраж. Вы будете соглашаться? Не будете. А я что, думаю, неизвестно, вот они тут договорятся трое, а я буду решать, а я буду страдать, а я тоже нет. Опять пишут протокол, что обсудили, рассмотрели создание арбитража, заслушали такие кандидатуры, кандидатуры возражения не вызывают, но стороны не согласились считать решение арбитража обязательным. А он проводится только если стороны договорились считать его решение обязательным. Вот записали, что не считаем их обязательным, и пошли дальше. А после арбитража всё, опять собираете конференцию или собрание и решаете вопрос о забастовке. Поэтому на самом деле примирительная комиссия – это, так сказать, по существу последнее живое действие, когда сидят и разговаривают. А как вы думаете, примирительная комиссия, если она собирается, может она примирить стороны? Она же собирается тогда, когда уже стороны примирить нельзя, когда уже стороны взяли курс на что? Вот на то, что одни говорят, ну посмотрим, как вы будете бастовать. Вам же не собрать больше половины. А раз вы не соберёте больше половины, у вас поувольняем, потому что вы тогда прогульщики. А тот говорит, а мы посмотрим, как вот получится. Вот мы соберём больше половины и посмотрим, как вы забегаете, когда у вас всё остановится. И будет только этот самый минимум работ во время забастовки, которые определяют в медиссерстве. А здесь мы должны договориться. При всех наших разноклассиях по минимуму работ мы должны договариваться и так далее. Так, возвращаемся к нашим баранам и продолжаем рассматривать то, что вы излагаете. Ну и остаётся из основного содержания коллективного договора, глава 5, из которой мы можем почерпнуть информацию о подготовке проекта нового коллективного договора. Такое задело на будущее. Что делать после того, как истечёт срок этого договора? Ну, я не знаю. Когда истечёт срок этого договора? Его можно ещё продлить на установленное количество времени. Как вы это себе представляете? Ну, в трудовом законодательстве написано, что заключается на три года, но можно продлевать. А что значит можно продлевать? А можно продлевать, это означает, что если стороны договорились о том, что они готовы продлить? Когда для этого нужно об этом вести разговор? Вот как только закончится этот, да? Вот как только закончится, что будет? Если у вас будут вот такие льготы, а срок коллективного договора окончился, и все льготы опустились на уровень записанных в законе. И сколько вы будете переговариваться? Месяца три или полгода? Или вот. Где этот ваш определённый договор? Что значит продлить? С какого ляда, если я работодатель, буду соглашаться? Я так был недоволен этим вашим проектом коллективного договора. И с какого ляда я буду соглашаться его продлевать? В каком случае я соглашусь его продлевать? Я пытаюсь настроиться на свой доклад, Михаил Васильевич. Не спрашивайте меня, пожалуйста. В жизни тяжело будет, всё время вам будут мешать. А вы должны отбивать все эти атаки. Вот я и отбиваю. Правильно делаете. А я же не возражаю. Я же не говорю, что молчите. Вот это я вам совсем не говорю. Это вы мне можете сказать, молчите, я делаю доклад. Это нормально. Я же не против, всё хорошо. Но вот, чтобы этот момент закончить, блокеры, имея в виду, что могут продлить, они приготовляют такой проект хороший для них, что выкатывают его работодателю за 4-6 месяцев, что он перед лицом, подвигающихся угрозой, что придётся ещё пострадать в финансовом отношении, говорит, ладно, ладно, мы продлеваем ещё на 3 года. А уж после этого мы говорили, что вот есть норма права, что это правовой документ, это единственная норма права, которая через 6 лет исчезает. Это норма права, это правовой документ, вдруг который он исчезает. И тогда всё, если вы, так сказать, уже не можете дальше бороться, не будет у вас этого. Начинайте всё сначала. Продолжайте. Ага. В общем, меня из этой головы смутил только один момент. Я не знаю, может быть, это чисто какое-то моё субъективное мнение, но вот здесь есть такой пункт 5.2. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора создаётся комиссия из равного числа представителей сторон. Но будет ли это вообще-то справедливо? Понятно, что управляющих намного меньше, чем управляемых. И почему нельзя взять, не знаю, какой-то принцип пропорционального соотношения, как, допустим, в студенческих советах. Ну вот я приведу пример. У нас на факультете очень большая группа философов и очень маленькие остальные группы. И поэтому в студенческом совете ведётся расчёт, что, допустим, на одного конфликтолога должно приходиться 4 философа. И это как-то более-менее… Так у вас силы равные, а там силы неравные. У работодателей сила больше, у рабочих сила меньше, если они поодиночке. А на самом деле и для той, и другой стороны это всё равно. Потому что всё равно принимается пункт при согласии сторон. То есть само по себе обсуждение в этой комиссии… Ну как вы думаете, обсуждение можно вот уговорить, чтобы она отдала мне 15 тысяч рублей? Ну не знаю, может кого-нибудь другого, я вот её не берусь вот уговорить. И вас не берусь. Вы же и так сопротивляетесь, что я даже и пытаться не буду. Ну как можно уговорить хоть 3 человека, хоть 5, хоть 6? Какое это имеет значение? Никакого. А что имеет значение? А то имеет значение, насколько сторона, которая это требование выделила, насколько она твёрдо ведёт дело к забастовке. Потому что чем вопрос решается, переговорами или забастовкой? Забастовкой. А переговоры – это что такое? Непременный этап на этом пути. То есть надо красиво поговорить. Чем вас больше будет и чем интереснее будут эти беседы, тем лучше. И говорить надо не больше, чем 2 часа в неделю. Там вообще нечего делать. Потому что как раз раз я его спрашиваю, он говорит, нет, мы не согласны. И мы и так, и сяк объясняем, и приглашаем, доказываем. Он говорит, не согласны. Почему? Потому что его вызвал генеральный директор, сказал, слушай, если ты сейчас в что-нибудь уступишь, завтра ты не работаешь. Это докера, я не могу уволить тебя, ты улетишь сразу со всей твоей зарплатой. Так? И поэтому вот тот, кто участвовал в переговорах, понимает, что он умный человек, всё разумно. Вдруг раз, и у него какая-то стенка. А потому что мы сказали, это не уступать. Вот у кого старенький коллективный договор, видели, наверное, он выглядит так, что нигде нет подписи в конце председателя, правкома. Нет. А почему? А потому что директор сказал, я это не подпишу. Ему председатель правком говорит, мы же обо всём договорились, вот смотрите, вот здесь договорились. Но сказал, ну не подпишу. И вот со мной беседовал, как с консультантом. Сайт-парком говорит, он отказывается подписать, что нам делать? Говорю, ничего, печатайте. И что? Вы всё и делаете, у вас все пункты, печати две подписи. Вам зачем подпись в конце? Зачем она вам? Вам она не нужна. Это значит, директор доложит этим своим собственникам, что он не подписал. Да я этим траглогитам никогда не подпишу, хочешь, что делай. И не подписал. А эти все напечатали быстренько, издали. И все мы отнесли в администрацию. И все этим пользуются, и все приказы, исходя из коллективного договора. И всё. Ничего не надо. То есть это вот о чём разговор, что мы должны ко всему подходить, кофликтологи, творческие. Нет ни одного конфликта, который был бы абсолютно похож на другие. Всё равно. И надо понимать, что... Вот, например, здесь вопрос о количестве. А почему из равных? Это означает, кто первый выдвигает? Работники. Если три, то те три. Если четыре, то четыре. Если я хочу видеть всех, весь начальствующий состав, десять. Пусть они обязательно 10 выставят. И будут 10 болтаться там смотреть. Вот и всё. Больше ничего. Раз из равных сторон. И вообще тут так всё строится и расписывается, как будто бы решают вопрос здесь или количество человек, или аргументы. Ну если мы конфликт, как мы определили? Что это такое обострившееся противоречие, когда сила аргументов заменяется аргументами силы. То есть аргументы уже позади. Вот эти аргументы, которые приводятся в примирительной комиссии, в согласительной комиссии, это десятое дело. Главное, теперь сумеют люди дружно провести забастовку или не сумеют. Сумеют, они говорят, не сумеют, проиграют. Скажут, ну вот видите вы какие плохие. И дальше будут искать, кого и за что наказать. Ну не за забастовку, а... Чего вы в такую вот пришли рубашки? Должны были одеть фирменную одежду. Мы вам выдавали, так, первый выговор получили. А вы почему? Пришли на одну минуту позже. Всё. И так далее. Прошу прощения. Продолжайте дальше. Ну в целом, на этом первая часть заканчивается. Она произвела на меня достаточно странное впечатление. Где-то она слишком мелочно подробная. Где-то она, наоборот, какая-то сдержанная, абстрактная, недосказанная. Ну, в общем, если бы я был юрист, то я бы адаптировала это для того, чтобы этим действительно можно было пользоваться и как-то нормально адекватно принимать рабочим. Кому? А кто будет этим пользоваться? Так работники для себя адаптировали. А вы бы адаптировали для юриста. А зачем работникам, чтобы вы? Почему это такое, непонятно какое? А вот потому, что если вы не напишете, сколько будет апельсинов в подарке для детей, и жегалатка подробно. Вы этот пример уже приводили. Так вот, я хочу сказать, это касается и других моментов. Более того, если вы внимательно читали, там есть дублирующие пункты, которые на случай поставлены, чтобы если этот не пройдёт, этот проскочит, может быть. Там и так далее. Я об этом и говорю, что где-то он слишком подробный, а где-то он вообще никакой. Ну хорошо, значит, он запутывает в другую сторону. А вы что хотели? Чтобы всё было ясно? Да. Зачем? Потому что так проще жить. А зачем? Это же борьба идёт. В общем, как бы то ни было, коллективный договор страны, грамматических ошибок там много, например, там роспись вместо подписи. Серьёзно, это правовой документ, это то, что издаётся в Российской Федерации как нормативно-правовой с грамматическими ошибками. А вы не знаете, что в решениях есть такое положение в Гражданском кодексе, в Гражданском процессуальном кодексе, что как оформляются и исправляются ошибки в судейских решениях? Вы знаете какие-то документы без ошибок? Ну, не с такими элементарными. Как там? Ладно, это, наверное, не моё дело уже. Если ошибки, если этот договор с двумя сторонами подписывается, значит, ну ладно, рабочие, тёмные, скажем, будем. Хотя там люди с тремя образованиями высшими, вот среди этих рабочих есть. Ну вот эти, они ошибки. А что же другая сторона, которая отвечает, подписал же генеральный директор, он-то кто, он же руководитель предприятия. Вы к кому это обращаете, своё высказывание, к нему или к рабочим? Там и со средним имеет, может быть, рабочие с образованием. Они-то с высшим, они-то руководители. И как вы подписали? С ошибками. Я вот не подписываю с ошибками, а вот он подписал. Как же так? Что это такое? Так может, тогда ему и нельзя быть заместителем, генеральным директором, если он с ошибками подписывает правовые документы. А вы как ставите вопрос? Вы как-то в пустоту это обращайте. Мы с вами и здесь-то уже ругаемся. Вы не заметили? Я с вами не ругаюсь. Я тоже с вами не ругаюсь, но вид такой, что мы ругаемся. Потому что, так сказать, это вопросы такие, которые требуют обсуждения. Они просто, ну, почитай. Вы говорите, мне вот показалось. Это окажемость. Ну да, потому что я даже не в становлении юрист, я просто не юрист. Я даже не догер в становлении, я просто не догер. Я не заместитель в становлении, я не заместитель. Я студент конфликтологии. Ну и что? Я вот был студент математика, а сейчас доктор философских наук. Ну, не всем же. Профессор по кафедре экономики и права. А поскольку у нас разница в возрасте, то вы к этому времени, к моему, можете быть на голову выше, чем я. Откуда я знаю, насколько вы рангов будете выше, чем я? Это сейчас вы студентка. А что такое студент? Студент может быть будущий академик. А я не академик. На всякий случай я аккуратно с вами разговариваю. На всякий случай я думаю, мало ли вдруг что будет. Так, пока я сейчас. Ну, попробуем проанализировать это более-менее детально и аккуратно. Итак, сначала в коллективном договоре мы видим вполне себе хороший, адекватный, подробный пункт 2.16. Я не буду его зачитывать, но если вы будете листать текст коллективного договора, то 2.1.6 о том, что нужно беспрепятственно принимать от работников письменное обращение. Ну, прям там прописано что, как, когда. В общем-то, это то, что мне понравилось. И тут же идет совершенно какой-то абстрактный, левый, случайно зашедший, мне кажется, пункт. Это 2.1.7. Не допускать дискриминацию работников. Дискриминацию от кого? Дискриминацию какую? Все, любую. Раз не указано, значит, никакой дискриминации не допускать. А что будет, если эта дискриминация будет точно? Ну, какой? Может, по полу. Женщинам не дают высокооплачиваемую работу, дают только мужикам. Не бывает такого? Мы в начале 20 века уже разбирались. И что? Так что, думаете, нет сейчас дискриминации? Я думаю, что есть, но что-то делать. Есть, конечно. А теперь по национальности, чтобы не было никакой дискриминации. Я не говорю, что дискриминации не существует. Я говорю о том, что вот они сказали, не допускать дискриминацию работников. Ну, хорошо, чтобы можно было всегда на этот путь сослаться. При любой дискриминации сослаться, что вы нарушили коллективный договор. Все. А что будет? Как что? Извини, но вот публичная дискриминация. Как что? Если другая сторона... Извините, что мы платим вам меньше, потому что... Нарушила коллективный договор. Это основание начала коллективного судового спора опять. А что вы так? Раз вы там нарушаете, не должно быть дискриминация. А вы кому-то не дали, это не обеспечили. Вот ему дали, а мне не дали. Это дискриминация. Вот мы с ним равны. Вот просто не всем дали. Есть любимчики, а есть нелюбимчики. Любимчикам, значит, дают хорошую работу и хорошую оплату. А нелюбимчики работают не меньше и больше, не получают. Разве такое не бывает на работе? Склошь и рядом. Это дискриминация. Зачем ее описывать? Она видна будет. Пусть вот люди пожалуются и сошлются на этот пункт. Подписала администрация. Раз подписала, вот, пожалуйста, вам пишем бумагу, что вы дискриминировали. Так вот, человек требуем исправить. И все, они должны... Пункт такой-такого договора. Это правовой документ. Ну, в общем-то, к дальнейшему содержанию второй главы я особых претензий не имею, поэтому перехожу сразу к третьей главе. Она у меня вызвала определенное количество вопросов. Вот есть такой пункт 3.1.2. Способствовать участию. Ну, дальше я не буду читать, потому что я уже споткнулась о первый глагол «способствовать». Какой-то он такой с оттенком необязательности. Что значит «способствовать»? Почему нельзя сказать, что вот рассматривать, помогать, допускать? Ради это плохо, если вот нужно помогать. Чего плохого? Вот что требуется, что кто способствует должен? Администрации. Ну, вот это хорошо. Администрация должна не только командовать и указывать, и способствовать реализации того, тех решений, которые она предлагает. Это правильно? А если я от вам скомандовал и делаю, а дальше меня это ничего не касается, прихожу, вы сделали, не сделали, накажу. Тогда нет, ладно. Тогда администрировали, получали. Потому что не понятно, что она сказала. Вот, способствовать участию работников в управлении организацией. Да. То есть, ну, почему нельзя там допустить работников к управлению организацией? Ни в коем случае не допустят такого пункта. Чтобы допустить работников к управлению организацией, организация управляется единоначально. И единоначально кто управляет организацией? Генеральный директор. Один. И все. И все решения приказом. И все вот эти вот на другой стороне, когда идут переговоры, и все, и комиссия утверждает, и прочее. И принимает решение о том, чтобы выполнить. Кто в конце концов? Генеральный директор, без приказа генерального директора ничего не будет. И подписывать он должен. И печать стоит. А? И печать стоит. И печать поставит организацию. Печать-то не свою ставит, он печать стоит организации. От организации, от лица работодателя выступает генеральный директор. Или другой директор, там, и прочее, руководящее лицо. Ну, тем не менее, я все-таки добью эту линию. Вот и следующий пункт следом же идет. Рассматривать предложения правкома по вопросам работы организации, затрагивающие интересы работников. Ну, глянули, ну, посмотрели. Значит, вы, наверное, не очень, так сказать, представляете, в каком положении находится работник. Да, естественно, потому что я не только. Вот я хочу вас проинформировать, что у нас есть закон о работе с письмами трудящихся. Любой государственный орган обязан дать ответ на обращение гражданина. И это вы можете проверить, вот вы можете сейчас вот написать письмо. Не-не-не, Михаил Васильевич, держи. А вот рассматривать, рассматривать обращение рабочего, устное или письмное, никто не обязан. Вот он там может проработать 10 лет, и 10 лет с ним никто не может не разговаривать и не слушать ничего от него, никаких. То есть, ему говорят, чем писать вот письма, вопросы задавайте, работайте. И все. То есть, это, так сказать, попытка здесь вот те обыкновенные демократические нормы, которые есть вообще в обществе, что их в той или иной мере допустить в рамках предприятия. Потому что иначе ваше обращение, устное, вы пришли мне что-то сказать. Говорю, идите отсюда, у вас сейчас рабочее время. А когда у вас не будет рабочее время, и у меня не будет рабочее время, я в нерабочее время не принимаю. И все. В рабочее время вы должны работать, не ходить ко мне. А в нерабочее время я не обязан с вами разговаривать, вообще ничего не обязан. И не хочу вас слушать, но я не буду говорить, что не хочу. Я так сделаю, что не буду, и не слушать. Они написали пункт обязанность слушать. Они же не написали обязанность выполнять. Ну, выслушай человека, выслушай, скажут вам умное, чтобы вы не провалились на своей работе. Нет, как бы я безусловно с вами согласна, очень, ну все, теперь поняла, но здесь именно пункт, что вот рассматривать предложение правкомов, то есть здесь идет речь не об обращениях рядовых работников. Так это еще и лучше уж, уж правком это уж тем более надо рассматривать, если отдельного гражданина, то правкома обязательно, потому что правком официально по закону представитель работников. Правильно? Поэтому надо его обращение рассматривать. И не так, что я отложил, и не буду читать, не буду, так сказать, рассмотреть это означает принять решение или выполнить то, что просят, или не выполнить. Вам же не написано, что вы обязаны. Рассматривать-то должны, но если люди нормальные рассматривают, они что-то толковое находят и для себя извлекают. Люди-то, ведь вы же не можете управлять таким колоссальным коллективом, не считаясь тем, что думают там работники в коллективе. Иначе это невозможно. Толковые руководители, конечно, рассматривают. Толковые руководители приходят с утра, идут и обходят цеха, и спрашивают таких опытных и знающих рабочих, что нужно сделать. Можно? Конечно. Это мне нельзя, вам все время можно. Это вы мне должны останавливаться, говорить, Михалыч, мой доклад, а не ваша лекция. Так лекция-то все равно ваша. Лекция-то моя, но вы права-то получили. Чья камера, та и лекция. Право вам дали делать доклад, так вы им пользуетесь, а вы все время не отдаете. А я играю на вашем поле. Так, ну все, значит я возвращаюсь на свое поле и привожу следующий пункт, который вызвал у меня небольшие сомнения. Вот есть такой подпункт обязанности работодателя по обеспечению занятости. Вот здесь есть пункт 3.2.4. По запросу информировать правком об имеющихся в организациях вакантных рабочих местах по штатному расписанию. В смысле по запросу. А что делать, если вот правком, ну как-то, вот освободилось место, а правком просто не успел запросить. Ну это тоже как-то, не знаю. Правком, если правком сделает запрос, то надо правкому сообщить, что есть место. Ну да, это прописано. А так стараются скрыть от всех, а правком вот напишет, вынуждены сообщить. Я просто об этом и говорю, что этот пункт скорее позволяет скрыть рабочие места, чем... Вскрыть позволяет работе. Вскрыть, потому что раз запрос... А что делать, если правком какой-то бестолковый забудет? А ничего, никто не будет никаких сообщений о рабочих местах делать. Они будут любимчиков твоих, пьяниц будут обязательно ставить на эти рабочие места. Знаете, почему ставят пьяниц? Ну потому что он никогда спорить не будет, потому что его уволят сразу за пьянку. Поэтому это вот, так сказать, можно сказать, группа поддержки администрации. Я видел, как говорил, ты почему, этот, председатель правкома Хамичев первого района, говорит, почему ты... Я же дал согласие, мы же, да, профсоюз, дали согласие на увольнение. Ты почему его не уволил? Ну вот, не хотят увольнять. И хотят иметь таких, которые висят на веревочке. Ну, следующий пункт, который я не спорю, хорошо, что он есть, просто замечательно. Но у меня все равно к нему масса вопросов. Да я уже понял, что вы от администрации выступаете. 3.3, ну, мало ли, 3.3... Нет, вы имеете право, я же не против. Не привлекать работников к сверхурочным работам на радиоактивных, химических и опасных грузах. В смысле, а на остальных можно привлекать к сверхурочным работам? Да. Это нормально? Да. Нет. Разрешено уходить. Я не согласна, это не нормально. Вы знаете закон о сверхурочных работах? Ну да, что они оплачиваются... По закону оплачиваются, а на самом деле не оплачиваются. Ну, об этом мы тоже об этом говорим. Да, не оплачиваются. Ну, как бы то ни было, это все равно ужасно звучит, не знаю. Вот все вот эти пункты... Так что ужасно? Ужасно то, что такое в жизни? То, что даже это... Так это в нашей жизни, что вы хотите сказать? А куда нам? На Луну? На Луну пока летательных аппаратов мало, чтобы нас перенести. Приходится здесь проводить лекции, вот здесь занятия. Ну, куда нам деться? Ну, в общем-то, дальше в главе 3 идут многочисленные... Это же у вас такой способ, вот сейчас через этот коллективный договор, увидеть реальную картину того, что есть в экономике. Я посмотрела, я больше не знаю. В лучших местах. Там высокая зарплата, там 90 тысяч получает, а так получают 30, 20, 40. И работает сверхурочная, там много не работает сверхурочная. Они делают такие забастовки, прекращают сверхурочную работу все. Все. И сразу все начинает делаться, потому что очень много сверхурочных работ. Такой рычаг. Никто не обязан работать сверхурочная работа, и выходные дни. Ну, вообще, все вот эти пункты, связанные с охраной здоровья, мне очень сложно оценить и проверить на адекватность, поскольку, ну, опять же, я таким трудом никогда не занималась. И даже когда я занималась чем-то трудоподобным, я работала официанткой, для меня там поднос с тремя стаканами, это уже была какая-то непосильная ноша, и потом болели... Горячие же у вас там стаканы, можно на себя опрокинуть, и будет страшное... Ну, все равно... Опасное дело. Натолкнулся, там люди пьяные ходят. Я не работала в местах, где люди ходят пьяные, поэтому... Вам повезло. Ну, как бы то ни было, я бы проанализировала эту часть намного подробнее и тщательнее, если бы у меня была соответствующая компетенция, но... Ну, как бы... Ну, не было. Вот. Ну, вообще, тот факт, что в подписании коллективного договора принимают участие представители работников, должен как бы вселять какую-то надежду, но... Ну, однако, все равно все вот эти условия, которые прописаны сухим даже текстом, кажутся мне просто какими-то нечеловеческими и... Ну, то есть, есть какие-то хорошие моменты, допустим, условия, вот, вот, я недавно узнала, что условия, ну, вот, выдача акта формы N1 при смерти работника на производстве, это вот еще, ну, как бы советских регионов, то есть, хорошо, что это осталось, здесь такой полезный пережиточек. Но, тем не менее, мне очень, как-то, я даже дальше вообще не стала ничего анализировать, потому что мне очень неприятно осознавать, что в мире, где есть самоподтирающиеся унитазы, умные телефоны, я не знаю, там, самовыключающиеся будильники, и до сих пор есть такой труд. Это не в мире есть, это есть в узких мерках узкого круга лиц, а не в мире, это не в мире, а это есть в некоторых местах, а вот там, где огромные, где миллионы трудящихся, ничего этого нет. Там, как говорят так, сначала идет грязная вода, а потом холодная вместо горячей. А некоторые товарищи, очень способные, вот, коллега из Москвы, Шишкарев, стихи такие написал, он отработал там порядка 40 лет на заводе производства автомобилей, на Зиле. Он говорит, нос промоешь керосином, не мелорд еще пока. Вот с этим приходится сталкиваться, идет грязная вода, нет горячей, летом нет газированной воды и так далее, сплошь и рядом. И люди делают вид, что этого нет, не замечают, об этом не пишет пресса, об этом особенно не разговаривают. У нас же уникальное с вами в этом смысле место, мы вот разбираем социально-трудовые конфликты, которые касаются миллиардов людей, миллиардов. И вот эти миллиарды в таких условиях, это у нас еще хорошо, а возьмите вы другие страны, а Индию возьмите, а возьмите вы Китай. Как это ни было, о чем я хотела сказать, это последнее, что я скажу, а потом можете заполнять, что я совершенно случайно села смотреть сериал о начале 20 века. Причем даже не в России, там Бирмингем, та часть. И меня аж передернуло от того, что это не ключевая, конечно, сюжетная линия там, но там тоже рассматривались забастовки вот как раз-таки работников докеров. То есть это еще тогда было актуально, это актуально до сих пор. А вы в курсе делали, что вот когда было забастовки авиадиспетчеров в Соединенных Штатах Америки? Нет, не в курсе, я не знаю ничего про забастовки. Да можно, пожалуйста, я закончу, пожалуйста. Да, давайте. В общем, это все ужасно и отвратительно, я не хочу это дальше анализировать. Я поняла, что все очень плохо. И сейчас, я потеряла мысль. Сейчас, секунду. В общем, ну честно, мне очень это было все... То есть даже вот то, что это действительно написано каким-то сухим текстом, обустрахными словами, я просто пыталась это как-то проецировать на реальную жизнь и понимала, что это ужасно. И это опять же, это коллективный договор предприятия, которое находится там в Петербурге. Я знаю, что во Владивостоке тоже есть какой-то коллективный договор. А что происходит по всему остальному миру и даже по всей остальной России, мне вообще страшно представить. И вот, на этом я бы хотела закончить свой доклад. Вот, а я хочу вам сделать такое замечание общего порядка, как оратору и как критику. Вот критик, если я собираюсь вас раскритиковать, что я должен сделать? Сначала похвалить, потом раскритиковать. Сначала похвалить. А вы в своем выступлении не начали. Взяли бы... Сначала вы сказали, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо. А вот это мне не нравится, не нравится потому-то, потому-то, потому-то. И тогда у вас было бы это все красиво. Так, нет, погодите, я с самого начала сказала. Нет, с самого начала ничего, чтобы хорош, доброе слово об этом коллективном договоре. Вы же сказали, что, во-первых, уже это здорово, это вы сказали, что есть коллективный договор, да? Потому что у других и вообще этого коллективного договора нет. И вот вы увидели в этом коллективном договоре, что он там рассматривает такие вопросы, которые касаются реальной жизни, и это вам и не понравилось. А можно было бы за это похвалить, а что вам не понравилось, потом бы показать, а вот это, вот это, вот это, вот это плохо. Такое построение было бы правильным. Это относится не к этому докладу, это относится к любому докладу, если я хочу ее раскритиковать. Что я должен сказать? Вот симпатичная студентка, она хорошо занимается, так, она уже сделала доклад, и вообще теперь сиди и смотри, как ей хорошо, и так далее. А потом сказала, но! Она не сделала так, чтобы другие тут присутствовали, мало ли чего еще наговорю. Вот. То есть потом надо уже говорить. То есть иначе ваше выступление будет выступать, смотреться как негативное. А это неправильно, потому что вот этот коллективный договор, это редкость сейчас. Это своего рода жемчуг. Потому что мы, как конфликтологи, должны это искать и поддерживать всячески. Вот. Тем более, что если вы хотите, так сказать, там, довести до докеров то, что вы считаете нужным, это очень легко сделать. Вот сейчас вот это вот будут смотреть и докеры в том числе. Как нет? Вот они, вот вы им сказали, что ваш этот такой договор и секой, да раз такой. Вот. А вы бы сказали, что он у вас хороший, у вас уши у людей открылись, да им рассказали бы, что вот у вас это, к сожалению, вот если бы вот это сделали и вот это сделали, это вообще была бы конфетка. И был бы хороший разговор. Ну, во-первых, я не ставила... Это из опыта. Из опыта. Опыт, он всегда дается, чем какой-нибудь шкуры. Я, поскольку я докторствующий три раза, а на четвертый раз... в институте философии. Поэтому я знаю, как надо уступать, чтобы потом получился положительный результат. А раньше я уступал, как увы. Ну, тем не менее, очень сложно просто довести какую-то цельную мысль, создать цельное впечатление относительно моего доклада. Я это прекрасно понимаю. Но что я хотела сказать. Какие-то позитивные вещи в коллективном договоре, их, конечно, видно сразу. И я, когда вот готовилась, у меня есть такой... Вот эти позитивные, которые видно, их нужно было достать. То есть я там все выписывала, ставила плюсики. Да, вот это мне понравилось. Вот эти плюсики вы бы и дали, и сказали бы. А вы плюсик не сказали, спрятали. Вы, наверное, в этот дружбанный доктор не хотите выдавать, что хорошее они сделали, чтобы другие не взяли на вооружение. Мне кажется, люди, которые совершают такой серьезный, важный труд, не нуждаются в похвале какой-то студентки. Все люди, ой, ой, как нуждаются, особенно студентки. Вот, и... Очень даже нуждаются. Я опять потеряла мысли. Ну как, вот приятно, правда, что вот студентка похвалила докеров. Это же приятно. Да, и что им дальше с этим делать? И студентке приятно, и докерам приятно. А студентка поругала докеров? Ну, докерам, в общем-то, не страшно, конечно. Ну, а что такое из того, что вы поругали их? А что они? А что такое, даже если... Они же, вот вы сейчас учитесь, у вас это время как бы учебное, вот ваш доклад, он как бы в рабочее время. А у них это все, это делается на общественных началах. И они даже добились того, что они переговоры вели, переговоры вели вот в течение тех трех месяцев, которые выделяются согласно Трудовому кодексу. В других организациях никогда вот не встретишь того, чтобы генеральный директор освободил от работы для того, чтобы они занимались коллективным договором. Можно здесь и администрацию поблагодарить. Она обеспечивает нормальные условия для работы. Они, во-первых, раз в неделю встречаются на два часа. С той стороны сидят все серьезные руководители, с этой стороны лучшие представители докеров. А в другое время докеры идут, бригады с ними обсуждают, рассматривают. Обсуждают вот те вопросы, которые вам не понравились, а докерам понравились. Потому что если докерам не понравится в бригадах, они это не запишут. Вот они на кого должны ориентироваться? На тех, кто будет читать, или на тех, для кого пишется этот договор? На вторых. Ну, для вторых. А вы же оцениваете не статью, и не какой-то там, так сказать, плакат или документ для общего обозрения, а тот документ, который будет представлять собой правовую норму, действующую в этом конкретном коллективе. И много вы найдете таких коллективов, у которых есть такие договора? Вы с самого начала сказали, немного. Их немного. Потому что, чтобы это сделать, да еще вот они напечатали. А если вы начнете спрашивать, вы узнаете, что если есть договор, он один экземпляр и лежит у генерального директора. А там даже прописано, что нужно размножить в количестве двухсот экземпляров и за счет работодателя это все делается. Да, и думаете, они ждут, что работодатель будет размножаться, они берут и сами печатают. Это думаете, работодатель такой, или вот так красиво? Это уже написано, если нарушение. Это тоже. А на длевоге не написано. Пусть думают, что работодатели докера размножили на всех, чтобы все могли контролировать. Даже если они не будут контролировать, но право у них контролировать и есть, что контролировать-то должны сами докеры. Если ваше положение улучшается, так вы открываете и требуете. Вот я вам картинку расскажу. Иду я летом по территории этого контейнерного терминала. Жарящие 35 градусов. А у них в кабине этого подъемника, который перегружает контейнеры, там все 45. Они говорят, ну невозможно работать. Все, вот такое, вышел весь красный. Я говорю, а почему вы, вот у вас в коллективном договоре записано, что при повышении температуры до такого-то уровня вы можете делать каждый час остановки на 10-15 минут. Почему не останавливать? Вам для этого никуда ходить не надо. У вас есть, вот открывайте пункт, сиди с ним, отдыхай 15 минут в халатке, а вы паритесь там. Почему? Читать не умеете? Вы же грамотные люди. Читать не умеете? Или не хотите выполнять свой коллективный договор? Вот на кого вы будете жаловаться? Вот сами на себя и жалуйтесь. То есть это люди должны еще и освоить сами это счастье, которое к ним привалило, которое позволяет условия труда сделать лучше, чем они были бы, если бы не было вот этого документа. И я уже вам говорил, что вот этот документ хуже вот этого. Вот хуже он по условиям, если вы будете сравнивать. Ну так и жить стало труднее. А? Ну так и жить стало труднее. Чего вы хотите? Ну одним труднее, а у авидиспетчеров только лучше и лучше. Посмотрите их. Рассказывает председатель федерального профсоюза авидиспетчеров. Ковалев, Сергей Анатольевич, как у них дела обстоят. Вот в газете я вам эту газету подарю. А то я на вас все нападаю, да нападаю. А сделаешь вам подарок, уже в этот день. Так? Вот написано, высшая профсоюзная килотаж. Здесь начинается, вот этот президент федерального профсоюза авидиспетчеров, Ковалев Сергей Анатольевич. Он же является генеральным секретарем конфедерации труда России. А вот продолжение его. Вот что они чего добились, но им поставать вообще нельзя. Спасибо. Но они нашли формы коллективных действий, которые привели к успеху. Очень интересно и полезно. Спасибо. Да, смело что-то. Вы очень смело воролись. Так, кто-то еще будет выступать? Будет. Будет, ну все, тогда от трибуны остается. Вот, ведь она хотела даже трибуну есть за собой. Я сказать, я кончила и все. И все, после меня хоть потом. Вот мне нравятся такие люди, которые воевывают. Вот как вы. Потому что другие, бессловесные, за них падают, их собнут. надо чтоб не давать чтобы вас могли кто-то любой на ванна получил вы должны отставить защищать о чем мы с вами рассуждали на философии на философии мы ощущали рассуждали на съем о том что передовые идеи сначала рождаются в меньшинстве голов правильно 1 2 головах редко сначала в одной и когда новое передовое рождается но слабее стороне сильнее до нового рождается вы видели ребеночка видели ребёночка видели ничего говорить мама везет в коляске ребенка на как можно сказать что ребенок сильнее нет конечно слабее но новое когда она рождается хотя на 100 раз передовой она слабее а есть широко распространенный принцип вот сидите вот вы студентка а тут сидят лишь профессора доктора наук а вы хотите как они встать рядом с ними их растолкаться история встать и вот они сопротивляются где они сопротивляются на ученых советах когда обсуждается ваша допустим кандидатская диссертация сначала диплом диплом вы не страшны со своим дипломом уже кандидатской уже это угроза а если докторская так это значит это вроде наше неправильно вот это более передовое поэтому тут бывает очень часто конфликтные ситуации а для того чтобы прошла докторская надо две трети голосов две трети а как может за новой быть две трети надо чтобы новая постарела вот тогда за него будет больше половины правильно а как вот сразу может быть две трети потому что она в меньшинстве голов и вот это новое передовое она укрепляет себя нас больше и так далее и наконец она начинает побеждать так вот вы скажем начали меня побеждать а тут вот появилась вот еще одно новое вот она только все пойдет и опять начинается все сначала то есть надо понять что вот эта борьба нового со старым она связана даже не с не с классами и не с какими-то эти какими-то необыкновенными условиями это совершенно нормальная форма развитие человечества то есть а везде идет борьба нового со старым везде и будет идти и в любом обществе и поэтому надо приготовиться не к тому что те на блюдечке золотой каем очка все принесут а приготовиться к тому что вы все то что считаете нужным и правильно отстаивать а у нас еще лучше делать организованно делают так удлиняет пенсионный возраст они умирают организованно не надо никуда уходить вот поинтересуйтесь какой возраст у людей которые работают в горячих цехах как вы думаете какой до скольки лет они живут до 100 до 50 и все зато им досрочно пенсия что нас досрочно на то есть они досрочно умирать до пенсий так что то есть в принципе вот правильно поэтому я я-то с вами спорил но это не означает что я оцениваю это негатива но я считаю что но я спорить могу всем с кем можно спорить если были были совсем слабый человек с вами спорил ну кто будет спорить со слабым подумайте он будет спорить со слабым вы так правильно потому что все время в жизни будут сбивать наталкивать не давать говорит вы пойдете там куда-то это что-то доказывать вам когда вы что еще не понимаете так далее это это я с вами еще культурно разговаривал вам могу сказать девушка куда вы лезть и вообще не ваше дело и так далее чего могут сказать а вы должны уметь ответить спокойно сказать а вы гражданин должны говорить культурно и показывать свою грамотность свою образованность а вы показываете свою темноту спокойно так с этими очень хорошо так вы хотели выступить еще не хотите а вы еще не хотите и вы не хотите удивительно по-моему такое интересное такое выступление вам морская расчистили дорогу показали пример два человека же выступили самое время уже две женщины выставил один мужчина уже может выступать нужно все время для сильного пола пришло что это он сильный пол не знаю почему я из чего женщина более жизнеспособны чем мужчина но пока я все равно стараются на это на вредные работы не направлять но тем не менее большинство учителей но я учителя это учителя это не самая вредная работа вот там связаны с химическими веществами и прочими вот в этом именно в этом году руководствуясь вот с такими примерно заявлениями такими правильными заявлениях которые сейчас у вас они решили что раз она такая вот обеспеченной жизни стойкая женщина давайте сократим список профессий на которые женщина не допускается и сократили и то есть можно женщин направлять больше более широко на вредные работы а это ничего хорошего не для женского организма не для детей принципе в принципе это плохо и тем не менее вот нормы современное право наше российское при всех его недостатках но конечно нас хотя здоровье женщины печется потому что она печется здоровье подрастающего поколения и о воспроизводстве населения страны это понятно так ну а тему которую мы затронули с вами вот о воспроизводстве населения вот мы должны ее поставить в углового угла когда вот рассматриваются все эти социально трудовые конфликты и выделяются требования так вот чем нужно руководствоваться при в движении требованиям и прошлый раз уже начали эту тему обсуждать чем надо руководствоваться вот можно это придумать можно это придумать надо руководствоваться тем чтобы совершалось нормальное воспроизводство населения прежде чего чтобы она не вымирала так вот скрыть просто у нас население россии вымирает или не выбирает вымирает вот мы в каких условиях живем причем вымирает она строго с 90 года то есть если вот вы возьмете так все развитие страны ну кроме воин понятно что войну погибает ли мирный период с 90 года идет вымирание населения россии и никто и на каком бы посту он не стоял и сидел не может стать и сказать вот за время того как я тут вот руководитель у нас прирост населения россии у нас прирост населения россии если есть механические то есть заводят из других республик и других стран русских во первых у нас что русских у нас осталось за пределами россии 25 миллионов человек это то сказать большой контингент для механического прироста а что касается естественного прироста у нас смертность превышает рождаемость у нас есть и санитарные врачи у нас есть и медицина у нас есть и реформа здравоохранения могу заметить что когда совершалось три года назад прошла реформа здравоохранения в результате этой реформы затратам здравоохранения сократились на 7 процентов сейчас вот сказать руководство стороны спохватилась выражает свою весь обеспокоенность но денег то выделяет меньше если денег уделять меньше то что будет ну зарплата будет меньше зарплата будет меньше питаться будут хуже условия будут хуже и так далее в итоге у нас получается ухудшение медицинского обслуживания теперь ликвидированы всякого рода маленькие медицинские пункты и в сельской местности ближайший медицинский пункт на расстоянии 80 километров если вы искать у вас что-то серьезное то есть на протяжении 80 километров может такое произойти что обратно вы поведете уже не здорового человека человека который умер потому что скоро и само понятие скоро вот у нас городе 35 минут она появится и за пять минут отвести медицинское учреждение причем любой ближайший иногда это решает вопрос жизни и смерти так вот у нас сократилось это причем сократилось под таким красивым названием который широко сейчас применяется оптимизация не знаю вы это слово откуда вот услышали я его услышал будучи студентом потому что мы вот я учился на матмеке мы решали оптимизационные задачи они бывают двух родов максимизировать какую-нибудь функцию при условиях таких-то это задача на максимум а есть задача на минимум минимизировать затраты для выполнения данного результата результат фиксирован и надо минимизировать затрат это затраты задача на минимум а в целом задача на максимум результаты при данных затратах или на минимум затрат для указанных результатов называется оптимизационными задачами оптимальное развитие это развитие наивысшее в этом смысле что у нас сейчас называют оптимизации оптимизации называют некие какие-то махинации которая приводит к увольнению людей к сокращению зарплаты в ухудшению условий и так далее и тому подобное все это называется оптимизацией вот сейчас например скажем ну вот с нами особенно не советовались с профессорами университета но вот уже нам сообщили что мы скоро поедем все вместе в кампус вы как бы уже может и не поедете в кампус а в кампус будет в городе пушкин вот это что означает это значит что вот сейчас мы беседовали с профессором колесников накануне он так сказать все время тут университете прекрасно знал то сказать руководство и тут то время даже когда тут владимир владимирович путин был там с ним встречался здесь недавно ну это же городской университет городской вот это санкт-петербург он неотрывная часть санкт-петербурга так здесь сложилось так было задумано все надо начинают копировать а вот где-то там в каком-то городке на западе там вот в этом городке там живут все эти студенты там же и преподаватели там мы ну хорошо мы рады за них но у нас они приезжают сюда и восхищаются вот какие у нас факультет у нас три факультета в смольном международных экономических отношений вот так зайдешь смольный собор прямо слева там вот там где круг за смольным собор ближе слева культет социологии а если прямо за собором потому культет политологии он уже подобрался к власти только задней стороны политологи подошли у нас на 22 линии юридический факультет у нас наш школа менеджмента вот на волковском переводка это один перевод к декабристов 16 это 2 михайловская дача в новом петергофе это 3 то есть он у нас наши естественные факультеты математика механически прикладной математики физически химически самые большие по численности студентов находится петергофе но где они находятся тут царь жил там царь жил там царь жил в царских местах вот собираются их собрать и направить их туда без царь не жил какого-то такого обсуждения не было ладно если бы это только касалось нашего университета одновременно сейчас вот информация прошла что собираются лесотехнические университеты мини кирова старейший вуз лесной россии тот который выпускает специалистов который достаточном количестве когда были и и следили за лесным хозяйством таких пожаров когда 3 миллиона квадратных километров одновременно горит в сибири и начинает обсуждать стоит тушить не стоит тушить что дешевле что дороже вот в это время его собирается соединить с институтом технологии и дизайна а это текстильный институт который косыгин качал какая связь для чего соединяют наверное вы знаете что есть такие вузы поглотители и вузы поглощаемые их соединяет а потом я вам три кафедры политэкономии зачем в одном возе вот подумайте вы головой сами и 2 3 можно уволить на дальнем востоке такая история там есть университет тихоокенский государственный университет он сначала поглотил пед педагогический его ликвидировали сейчас он по моему то ли уже в процессе медицинский университет тоже планирует да вот если быть близко к нашей теме вот был такой завод в туз при металлическом заводе то есть люди рабочие инженеры служащие администрация могли не имеющие высшего образования тут же закончился рабочий день 1 и идут в этот самый завод в туз при металлическом заводе прямо на заводе там прекрасные преподаватели получали они дипломы его присоединили политехническому университету и что вуза не стало но это примерно по расстоянию политехническая она знает а в метро политехническая завод этот в туз это вот примерно где площадь калинина памятник калинину туда добраться там до час надо есть только от одного до другого и еще приходит из политехнической говорят мы сейчас заберем у вас помещение тех дней это помещение заводские то есть у вас уничтожили а вещение или мы вот прекрасно представляем что за оптимизация высшего образования если готовили пять лет а вы будете учиться четыре года и когда вы закончите четыре года какие права были вот у нас чем я от вас отличаюсь как студент бывший тем что я специалист пять лет учился как специалист и имею право преподавать математику расследованном отмеги учился вы не имеете права преподавать вузе вы имеете право преподавать в школе а зачем в школе когда у нас есть педвузы и там они все места закрывает то есть вы как бы и не нужны будете но если хотите можете пойти магистратуру а что магистратура дает да то что давал специалист а именно что вы можете учиться вузе поступать в аспирантуру потому что после бакалавриата вы не можете и так далее и это все называется оптимизацией а этих магистров совсем мало вы даже видите что тут уже довольно трудно уже и семьи мы самим то сказать сам себя содержать то есть учиться но тут получается 6 лет надо вместо пяти для того чтобы получить такое же право которое было после пяти лет ну и прочие прочие то сказать такие мы явления наблюдаем это когда говорится об оптимизации а получается совсем не то поэтому а вот такие рычаги и какие есть у трудящихся каким-то образом управлять своей будущностью или своими условиями жизни такие как коллективный договор конечно это явление феноменальное и надо к ним быть ну так сказать внимательно присмотреться потому что это большая редкость если вы сейчас просто зададитесь вопросом о том а много ли вообще предприятий на которых заключен коллективный договор чтобы его заключить это требуется очень большая борьба а для этого надо иметь хорошую профсоюзной организации а профсоюзной организации сейчас в каком состоянии ну вот в каком состоянии профсоюзной организации можно судить потому что вот за пенсионную реформу по существу выступили руководители профсоюза нпр исаев который является заместителем председателя фонопр он же является одновременно заместителем председателя фракции единой россии в госдуме и вот этот андрей исаев делал доклад о пенсионной реформе но эти как как у такого профсоюза федерации независимых профсоюзов россии как найти защиту бедным трудящимся они вот но на самом деле трудовой кодекс если вы его изучите и вы должны его изучить он дает права первичным профсоюзным организациям во всех вопросах коллективного договора невзирая на то а какие там наверху руководители или какие там еще территориальные или отраслевые органы профсоюза если у вас есть хорошие первичное профсоюзной организации вот тогда вы можете есть а как ее получить вот скажем 3 крана щеке которых я говорил у них не было у нас есть храновщики а у них нет не было про слюзная организация в смысла и содействовали участвовали собрании том что провести собрание кран offщик о в санкт-петербург и образовать профсоюз крановщиков, вот он создан, профсоюз крановщиков Санкт-Петербурга «Высота». Это вот большое явление, потому что люди не умеют создавать, вот скажем, вот вроде вы собираетесь создавать какую-то организацию из троих, а кто начнет? Вот вы начнете сказать, вы такая важная, а все начали, значит вы нескромные, она начнет, теперь она нескромная, вы начнете, теперь вы нескромные. Кто первый начнет, кто скажет, это очень сложное дело, начать, вот нет профсоюзов, чтобы он появился, а права получает профсоюзная организация представлять коллектив когда, сколько должно быть тогда в профсоюзе состоять профорганизации? Смотрели? Более 50 процентов, если более 50 процентов не состоит, ну у вас есть профсоюз, ну там 49 процентов, ну никто не обязан ничего рассматривать, принимать и так далее. Хотя заявление от профсоюза рассматривать и обязан, просто по закону о профсоюзах и по трудовому кодексу заявление от профсоюзов. Но коллективный договор не могут составлять. Но есть всякого рода, так сказать, способы, как действовать в этой ситуации. Например, 30-я статья, здесь приходится вот изыски делать всякие юридические, 30-я статья трудового кодекса гласит, что работник может написать доверенность профсоюзной организации на представительство по вопросам защиты его индивидуальных интересов и непосредственно связанных с ними условий. И тогда, скажем, вот у вас 25 процентов коллектива, а на еще 30 процентов вы можете собрать заявление. Как можно собрать заявление? Иду я с бланком заявления, что я эмирек такой-то, доверяю профсоюзной организации такой-то, защищать мои интересы. И так, как написано в статье 30-й трудового кодекса. Слушай, Иванов, ты все равно же не будешь ничего делать. Подпиши, что мы за себя будем все бороться. Он говорит, ну и подписал. Потом пошел к Петровой, к Сидоровой. Собрал, и тогда как-то можно уже этим пользоваться, и можно начать организовывать хотя бы переговоры какие-то. А до этого с вами никто разговаривать не будет. Я скажу, вы не представляете, вот вам 49 процентов в профсоюзе, у вас есть 50 процентов? Нет? Все, до свидания. Никто с вами не собирается даже разговаривать. Завод – это завод. Это мы здесь вот с вами, так сказать, можем дискутировать. У нас вообще сфера здесь интеллектуальная, так сказать, сфера, которая предполагает это обсудение. А если по-другому поставить вопрос, так сказать, я же вот должен вам не только читать лекции, я должен отвечать на вопросы, во-первых. Во-вторых, наверное, вы читали программу, как грамотные люди, понимаете, что у нас должны быть и семинары. Ну, мы с вами делаем такой гибрид, что у нас есть и лекции, и семинары, и ответы на вопросы. Причем мы это делаем так, когда обсуждаем какие-то содержательные вопросы, а не просто, давайте проведем семинар, вы будете выступать, я буду оценивать, вы будете выступать, я буду оценивать. Мы с вами спорим и обсуждаем, и находим тут истину. Так вот, отталкиваясь от того, на чем мы, так сказать, остановились, на констатации того, что у нас народ умирает, первая задача, требование построить таким образом надо, чтобы они обеспечивали нормальное воспроизводство населения России. Правильно? И эта задача, ну, она выше, чем задача чисто конфликтологическая, правильно? Она выше, чем задача наша учебная. Это задача, которая вообще перед нами, перед всеми стоит, потому что мы живем в России, и, в общем, спросит, а вы в это время жили? Жили. А вы что сделали для этого? Сказать, а я не женщина, я не занимаюсь воспроизводством населения. То есть он отмажется. Ну, я еще могу отмажаться, но все-то не отмажемся. Короче говоря, то есть это вот вопросы, которые надо. И поэтому, если речь идет о требованиях, их нельзя брать с потолка. Ну, никаких ограничений к требованиям не предъявляется. Вот посмотрите, вот трудовой год. Все, вы можете требовать, что хотите, можете. Хоть, чтобы у вас в каждом цеху была клетка с попугаем. Нет никаких препятствий. Но надо исходить из того, что в чем необходимость, что объективно необходимо сейчас в современной России. В современной России необходимо выдвигать такие требования к органам, которые осуществляют экономическую деятельность. Правильно? То есть не все, некоторые требования обращаются к государству. А это требование не к государству, это требование к хозяйственным единицам, правильно? К работодателям. Требования должны исходить из необходимости обеспечить расширенное воспроизводство населения России. Что из этого следует? Во-первых, из этого, что надо рассмотреть, какие-то стороны должны затрагивать. Они должны затрагивать зарплату. Раз. Они должны затрагивать условия труда. Два. И они должны затрачивать время труда. Свободное время. Вот мы с вами, когда занимались философией, рассматривали определение свободного времени. Свободное время – это что? Уважаемый товарищ, что такое свободное время? Что, говорит, вы спрашиваете, я экзамен уже сдал. Это время, которым мы можем пользоваться в своих интересах? Время, которое… А как в чем ваши интересы? А что у вас такое? У вас какая-то организованная группа, что ли, какая-то? Что у вас за интересы такие? Как-то вы так… Я еще… Я думал, что вы скажете нам всем, чтобы мы знали, что такое свободное время. А вы так его сразу себе забрали. То, что я – это свободное время. А то, что вы – это вы должны на меня работать. Правильно, на него? Свободное время – это что? Вот у вас сейчас свободное время или рабочее? Рабочее. Рабочее. А вы что, сейчас работаете? Я думал, вы учитесь. Ну, бабушка говорит, что вы учитесь. Ну, бабушка, вот вы даете. Ну, бабушка – это привет и уважение, конечно. А я, вы считаете, не свободное время сейчас действует общество? Свободное от чего? Свобода вообще не бывает просто. Вот свобода от чего сейчас свобода? От производительного труда, от труда в тяжелых условиях. Вы рассказывали, какие там условия такие малоприятные, такие, такие… Вот нас освободили. Вас сейчас освобождали на 5 лет, сейчас на 4. Дескать, хватит им, пусть они тут работают, нечего им тут расчиживать. Так? Теперь мы, скажем, люди умственного труда, они на всю жизнь освобождены от производительного труда. Хотя Энгельс, например, писал, что вот никто не должен перекладывать свои доли производительного труда на плечи других. Но определение свободного времени нами не давалось. Вы скажете, что такое свободное время? Конкретно даже нет, но свободное время – это нерабочее время. Это правильно, но это не определение. А когда вы спите, это свободное или просто нерабочее? Нерабочее. Нерабочее, но оно не является свободным. А когда вы руки моете, там в баню, в ванную уходите, это все тоже нерабочее время. Когда вы картошку чистите, жарите ее. Когда вы стираете, убираете. Это что такое? Добираетесь вот домой. Это тоже же нерабочее, правильно? Вот. Так вот, понятие нерабочего времени, оно широкое. А понятие рабочего времени, может, вы скажете, вот, может, вы вот все время молчали так, чтобы сейчас потом сказать и показать, что вот молву от них, да дорого. А? И тоже не сказать. То есть вы еще ждете такого более ответственного момента. Но я думаю, его еще скажет. Она готовится к докладу. Видите так? Она все впитывает и готовится к докладу, чтобы он был лучше всех. Лучше, чем ваш. Потому что эти уже выступили, и уже все. А вот ваш расчет у нас соревнований. Так свободное время, дорогие товарищи, мы уже с вами это обсуждали на лекциях, записывали, издавали экзамен. Это время для свободного развития. Это не просто время, это время для свободного развития. Оно маленькое. Потому что нерабочее время большое, а время для свободного развития маленькое. Вот в свое время я пошел читать программу научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий, которая у нас была в СССР. Разработана. Почему-то она была в спецохране. Чтобы никто не узнал, какие будут последствия научно-технического прогресса. И вот здесь в спецохране, в библиотеке Горького, была комната, значит, можно было выписывать из этой программы и там же оставлять тетрадочку. Как на военной кафедре. И вот там я вычитал, что свободного времени у женщин в России на два часа меньше, чем у мужчин. По факту. Сейчас мы о женщинах заботимся, мы для них все условия создаем. А когда посмотрели, посчитали, проследили. На два часа меньше. А всего времени-то очень мало. Потому что время транспорта выпадает. С транспортом все хуже. В больших городах по полтора часа едут с работы на работу. И так далее. И все грехи организации жизни, они тоже вливаются в то, что в рабочее время сокращено. Вам удалось использовать время для своего развития? Это да, но свободно. По идее, вот все время учебы, это, конечно, время какое? Свободно. Вот трудно это, конечно, произнеси, я понял, да, так. С трудом. Вот такой факт. Но и мое-то тоже свободное. Потому что я-то не деградирую от общения с вами и от того, что я вам считаю. Я послушаю время, наверное. Ну, правильно? Можно считать мое время свободным? Только не надо писать заявление, чтобы мне не платили зарплату. Это разные вещи. Но эта тема затрагивалась от Ленина в государстве революции, где он говорил, что управленцы должны получать жалование. Не зарплату, а жалование. Ну, так сказать, они управляют в общих интересах. Ну, вот что пожалуют им люди? Вот это и есть. Почему? Потому что они должны служащими быть. Служить. А у нас они, так сказать, сплошь и рядом становятся господами, а не служащими. Правильно? Или заражаются бюрократизмом, каверизмом, вестничеством, ведомственностью. Так вот, первая задача, которая перед нами стоит, которую можно сформулировать как критерий. Вот ко всем профсоюзам, ко всем требованиям, ко всем коллективным спорам, ко всем конфликтам, что вы не ставьте требования, которые не исходят из того, чтобы обеспечивать воспроизводство, расширенное воспроизводство на сегодняшний раз. Люди не вымирали, не хуже им становилось, а лучше жизни, чтобы становилось. И думаете, это вот, так сказать, вот то, что я сейчас сказал, сформулировал, думаете, это выполняется, сплошь и рядом. Например, такие солидные организации, как вроде Ротфронт есть, целая организация, они везде толкают такое требование записать в Трудовой кодекс, чтобы обязательной была индексация зарплаты. А в Трудовом кодексе есть две статьи, которые, как говорят, записаны так. 130-е. Государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. На самом деле, несмотря на эту запись, у нас реальное содержание зарплаты пять лет подряд падает. Но если государство гарантирует, можно сослаться на эту статью и потребовать, чтобы обеспечивалось реальное содержание зарплаты. Значит, требование не может быть индексировать только зарплату. Если вы ее индексируете, значит, вы зарплату возвращаете на тот уровень, который был в прошлом году. У вас, так сказать, весь год она снижалась вместе с ростом цен. Так? Потом раз, и вы ее вернули. И это означает, что люди, которые это требуют, хотят, чтобы у людей жизнь никогда не улучшилась, то есть никогда они не получили больше возможностей для своего развития. То есть, можно сказать, ужасные требования. Но его мало того, что его выдвигали. Значит, в Кирове, в Кировской области законодательное собрание поддержало это предложение и выступило в Думе. В Думе поддержало это предложение КПРФ «Справедливая Россия» и ЛДПР. А Единая не приняла участие в голосовании, поскольку Единая Россия имеет 70% голосов в Думе, а оно не прошло. Если прошло, то это было хуже, чем есть сейчас в Кодексе. Можно предлагать то, что хуже, чем есть? В Кодексе повышения, 134-я статья Кодекса говорит, повышение уровня реального содержания заработной платы. И вот все вот эти, смысл коллективных договоров тоже в том, что в коллективном договоре не может быть хуже, чем в законе, а только лучше. Поэтому это вот тот самый документ, с помощью которого трудящиеся могут борьбой, естественно, коллективной, естественно, борьбой улучшить свою жизнь. И поэтому они должны требовать этого улучшения и конкретно это сформулировать. В тех пунктах, которые они знают, что нужно записать, потому что не запишешь – не получишь. Потому что будет хуже, чем вот ты написал. Поэтому приходится записывать, хотя с вами можно согласиться, что вот такую мелочевку записывать. А потому что, если эту мелочевку не напишешь, у тебя будут не шерстяные рукавицы, а брезентовые. И у тебя будет мокрая одежда, и не будет горячей воды. И не будет, скажем, мыла, ноющих средств и так далее. Не будет нормальной спецодежды. Для спецодежды будет, но она не будет меняться достаточно часто и так далее. И прочее, и прочее. Не запишешь то, что касается вентиляторов, там, свежего воздуха. Будете сидеть в духоте, будете, так сказать, задыхаться и так далее. То есть, когда составляется коллективный договор, это поле, когда люди сами должны решить, вы-то чего хотите. Какого нельзя, тут, как бы, брать очень низкий уровень. Надо исходить из того, чтобы происходило развитие населения России, развитие трудящегося, а не деградация. Ну, мы уже, время наше истекло. Было вам большое спасибо. Да? Вот. Прошу прощения, что у вас, что мы с вами, кажется, пришлось с вами дискутировать всё время. Но это вот, конфликтовые, это люди, которые не боятся конфликтовать, правильно? Я не боюсь. Ну, это правильно и хорошо. Вон он сейчас вот смотрит, как будет со мной конфликтовать тоже. Это следующий парень. Да, вот этот вот будет конфликт у нас. Так, спасибо за внимание, до следующего раза. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.